Камильовского района. Наш район пока был не тронутый, но в последние дни уже добрались и до нас. Все мы сидели в подвалах, везде авиабомбы, везде грады, везде минометы, везде страшно. Когда отрубили, нету ни связи, воды нету, тепла нету, газа нету, ничего нету. Гуманитарной помощи никто не вез, зеленых коридоров у нас не было. То есть люди на свой страх и риск выезжали из Мариуполя. Кто смог, доехал, кто не смог, к сожалению, не доехали. Мы ехали на машине, нас подстрелили, машину все подстрелили, подхватили их знакомые со знакомыми. На какой грузовой, мы сами не знаем. Все закрыто, мы ничего почти не видели. Мы вывезли до Первого майска. Мы ехали через Бердянск? Да, через Бердянск. А почему через Бердянск, а не напрямую до Запорожья? Потому что все, везде оккупировано. Это единственная была дорога, где нас выпускали с Мариуполя. Это единственная дорога. Как нас везли, мы не знаем. Мы через Милейкино, по порту, через море, кущами какими-то выбирались, потому что везде под обстрелы. Мы тоже попали под обстрел. Было очень страшно. Обстрелы не прекращаются ни на минуту. Но за сутки, может быть, 4 часа не стреляют, 20 часов стреляют, чтобы вы понимали. А где вы перебивали в тей час? Сначала в своем подвале, потом в другом бежали. Я еще не знаю, как мы до сих пор поближе. Еды нет, снег топили. А где вы брали воду? На крыльчиках мы идем, над нами самолеты, над нами пули. Несколько раз ложимся постоянно с этими баклажками. Вечно под обстрелы, за водой рисковали жизнью. Стоим возле домов, общежития, девятиэтажек, на костре готовим кушать. Оно стреляет, мы прячемся в подвал. Только чуть-чуть затихло, мы обратно на костер идем. И так вот продолжалось все это время. А где вы продукты брали? Что было, то было. Запасы? Да, запасы. 24 числа все началось, магазины работали по 2 марта. И вот то, что люди успели с 24 по 2 марта, мы по чуть-чуть брали, брали, брали. И вот этим и жили. Появились мародеры, которые разгромили весь абсолютно город. Аптеки, магазины, даже одежду с обувью, которые магазины, то же самое, все было ограблено. А в основном проверяли мужчин, проверяли телефоны, наколки проверяли. Ну, женщин не трогали, детей тоже не трогали. Были очень дружелюбные, говорили счастливо, берегите детей, счастливой дороги. То есть все блокпосты и ДНР, и украинские, то есть женщин, детей, отношение было хорошее. Знакомые нас приютили на одну ночь, помогли, нас накормили. Да, мы очень благодарны этим людям, которые просто от чистого сердца помогают нам. Всем просто вот тут спасибо большое. Скажите, пожалуйста, что залишились близкие родичи, друзья? Остались, конечно, очень многие друзья. Мы ничего не знаем, связи давно нет. В Мариуполе мы не знаем, связи нет. Здесь уже попробовали включить, вот если вот связь, ну нету связи. У меня, например, папа сейчас живет один, его дом тоже попал под обстрел, и я не знаю, где он, что он, не знаю, жив, не жив, потому что это очень страшно. Я стараюсь думать, что все хорошо, но регионально не помогает. Мариуполь, как Сирия, вот такое состояние, как Сирия.